Итак, у нас с вами также сегодня продолжается такой цикл бесед, объединенных одной темой, которую мы могли бы так с вами назвать, может быть, араб до ислама, беседы, в которых мы с вами рассмотрим некоторые аспекты, некоторые примечательные, интересные для нас моменты того, что представляло собой население Аравийского полуострова, рабоязычное вот это население до того момента, как в VII веке в эту историю в Торкс ворвался тот, кого его последователи и почитатели именуют последним великим пророком Мухаммедом, ну а противники удостаивают, скажем, намного менее лестных прозвищ и имен. Итак, история арабов до ислама. В прошлый раз мы с вами говорили о царице Савской, о той, кто впервые получила упоминание в книге священного писания из вот этого населения Аравийского полуострова, весьма, надо сказать, богатого, разнообразного, и на протяжении своей долгой истории создававшего, ну, весьма серьезные такие цивилизационные достижения, весьма важные в историческом отношении царства. Кем же были вот эти арабы до ислама? Что это было такое? Какие они делали выборы? Кем они были в отношении религиозном? Кому они поклонялись? Кому служили? Кому возносили свои молитвы? Ну, из самого вот этого названия царства Сабеев, царства Савы, проистекает и название той религии, которой они придерживались, на религии это именовалось Сабеизмом. Население Аравийского полуострова в основной своей массе, хотя и зная и сохраняя память о каком-то едином, таком истинном, наиболее высоком Боге, тем не менее, в основном концентрировалась на почитании проявлений ночного неба на небесных светилах, почитала солнечное божество, почитала сестер-звезд, богинь, которые приносила жертвы, их древнейшие святыни, основания которой они приписывали Ибрахиму, то есть праотцу Аврааму, точно так же, как, собственно, и свое происхождение в какой-то момент своей истории стали приписывать ему. Ну, и надо сказать, что не только арабы приписывали свое происхождение к Аврааму, но и, в общем-то, греки активно также поддерживали впоследствии вот эту мысль, вернее, греки-христиане, отчего появилось именование вот этих арабов Агаринами, очень до сих пор распространенное и в нашей богослужебной литературе, и в исторической. Почему Агарине? Потому что считалось, что это потомки праотца Авраама через служанку Сары Агарь и того сына, первого сына Исмаила, которого она родила от Авраама еще до того, как исполнилось предреченное Богом и такое совершенно чудесное рождение Сары Исаака. Вот это рождение стало причиной того, что Авраам был вынужден изгнать свою служанку Агарь вместе с ее сыном в пустыню, но, как мы знаем из Священного Писания, ангел Господень сохранил их и впоследствии, по словам Священного Писания, произвел великие народы. По всей видимости, именно вот эти имелись в виду народы, заселившие впоследствии с собой Аравийский полуостров, а затем в VII веке таким взрывом выброшенные с его территории и захватившие огромные пространства, прежде предлежавшие Римской и Византийской империи. И, надо сказать, намного даже превышавшие этих исторические владения. Так вот именно поэтому некоторые из таких названий арабов включали в себя как раз-таки упоминание об Агаре, их называли Агаринами, или Измаильтянами, как потомков Исмаила. Итак, вот эту святыню, которой до сих пор, надо сказать, они поклоняются, речь идет о Каабе, большом черном камне, возможно, какого-то метеоритного происхождения, трудно сказать, какого именно. Естественно, что он не изучался. Это с такой глубокой древности святыня всего Аравийского полуострова, а теперь и всего исламского мира, куда вслед за пророком в Мекку совершают свой хадж, свои паломничества, правоверные мусульмане со всех концов мира, для того, чтобы поклониться вот этому священному камню, Каабе. Те, кто совершили это паломничество во многих местах, получают такое уважительное прозвище, вернее, такую приставку к своему имени хаджа, именуются хаджами, а в некоторых местах также еще и получают право нанести изображение Каабы на двери своего дома, чтобы каждый видел, что здесь живет человек, исполнивший одну из пяти великих добродетелей ислама, совершившего свой хадж, свое путешествие, поклонившийся святыням Мекки и Медины, древних городов Аравийского полуострова. Ну, надо сказать, что во времена до пророка Магомета и, собственно, и в течение его жизни здесь, в этом священном комплексе у Каабы совершалось как раз-таки вот это так называемое сабиистское поклонение богиням неба, богиням звезд, небесным светилам, совершались в том числе и человеческие жертвоприношения, порою захваченные в плен или добровольно желавшие отправиться на встречу с богами люди бывали приносимы в жертву еще, собственно говоря, даже вплоть до IV века н.э. и даже, по некоторым сведениям, VI века н.э. вот такие грубые человеческие жертвы допускались у этой древней мусульманской святыни, собственно, даже до мусульманской святыни. Ну, почему такое большое значение предавалось именно вот этим богиням звездного ночного неба? Ну, потому что, безусловно, оно в жизни населения Аравийского полуострова играло наиболее важную роль. Дело в том, что, как мы с вами говорили, основой благосостояния населения Аравии в течение многих и многих веков, а надо сказать, что царство Савское возникло еще во втором тысячелетии, собственно говоря, в самом начале еще второго тысячелетия до Рождества Христова, то есть одна из таких древнейших цивилизаций Востока. И вот на протяжении вот этих продолжительных столетий истории население Аравийского полуострова во многом процветало благодаря, как мы уже говорили торговли, торговли пряностями и торговли благовониями. Поэтому вот это название пути пряностей и пути благовоний, который маршрут, который пролегал через Аравийский полуостров и достигал в конечном счете Средиземного моря, это был такой вот путь, по которому постоянно двигались караваны. Этим караванам, безусловно, нужны были проводники. Как проводники узнавали дорогу вот среди вот этой столь однообразной зачастую на непосвященный взгляд пустыни. Ну, во-первых, конечно, очень часто караваны передвигались в ночное или вечернее время, поскольку в это время не так жарко, а кроме того появляются звезды, по которым можно безошибочно определить любое направление. Не случайно верблюдов, вот эти караваны верблюдов называли кораблями пустыни. Действительно, как в Безбрежном и Однообразном океане корабли находили свой путь по сочетанию звезд, и те, кто управляли ими великолепно, знали это звездное небо. Точно таким же образом и штурманы кораблей пустыни также узнавали свой путь из века в век, и, конечно, они представляли себе это звездное небо с великой подробностью, с глубоким, очень тонким знанием расположения каждой звезды. И это приводит нас к такому очень, помимо всего прочего, любопытному умозаключению к тому, кем же на самом деле являлись те волхвы, которые принесли свои дары младенцу Христу. Ну, как-то вот византийская певческая традиция укрепила за нами вот такое какое-то представление о том, что этими волхвами, совершившими столь долгий путь за чудесной звездою были премудрые персидские маги звездочеты, которые также называются еще и царями. Но если вот эту богослужебную традицию попытаться совместить с историческими реалиями, то мы с вами увидим, что на самом деле это не могли быть персы и тем более персидские маги в чистом виде. дело в том, что вообще византийской традиции вот этим именем магас, которым в Персии называли очень таких конкретных служителей культа зороастрийского. Ну, было принято называть вообще всевозможных волшебников и просто даже каких-то таких мудрых людей. Но ни в коем случае они не могли быть именно теми самыми персидскими магами, а будучи ими никак не могли быть, собственно говоря, царями. Персия всегда была государством во все фазы, во все периоды своего существования, в котором существовала монархия, в котором, собственно говоря, царь был только один. И вот как раз таки царями могли быть жители именно Аравийского полуострова, поскольку там, в общем-то, у каждого из этих племен, у каждого из этих племенных союзов был тот, кто в понятии греческого языка вполне мог именоваться царем. Сейчас мы бы назвали его каким-то бедуинским шейхом, например, но надо сказать, что вообще на тот момент карта Аравийского полуострова, она полна вот таких вот каких-то небольших царств, которые появляются, исчезают, и действительно то, что эти волхвы, эти премудрые люди являются еще и царями, говорит скорее о том, что они были именно выходцами с Аравийского полуострова. об этом же говорит их такой глубокий интерес к звездам. Ведь кто нуждался вот в этом практическом знании звездного неба, кто замечал в нем самые такие малейшие изменения? Конечно, те, кто постоянно руководствовался этим небом для своих путешествий, для своих странствий, а это безусловно население вот этого самого Аравийского полуострова. Они постоянно проводили свои караваны, следовавшие с юга Аравии к пустыне Негев и оттуда на Средиземноморскую равнину, выводя их к городу Газа и к другим портам Средиземного моря, откуда уже эти товары распространялись по всему миру, по всему свету, вот туда они вели свои караваны, руководствуясь именно звездным небом. Причем надо сказать, что это дело считалось весьма важным, необходимым, почетным, и заниматься им не брезговали и эти самые цари, то есть шейхи, главы вот этих небольших каких-то царств, племенных образований, вот тех, кого можно было бы назвать и царями, и звездочетами одновременно. Ну, собственно говоря, также и их вот дары, которые они приносят Спасителю, они тоже, в общем, во многом говорят о том, что дары эти происходят с Аравийского полуострова. Ну, действительно, то, что они приносят младенцу Христу, это как раз такие предметы постоянной такой торговли аравийцев со всем окружающим миром. Это золото, которым они торгуют и которым они обогащают Ближний Восток и Средиземноморье еще со времен царицы Савской и царя Соломона. Это Ливан, то есть Фимиам, о чем мы уже также говорили, главным источником которого является как раз таки юг Аравийского полуострова, где произрастают вот те самые благовонные дающие ростный ладан деревья, где его собирают, делают специальные надрезы такие на коре, вот собирают вот эту драгоценную благовонную смолу, которая по своим качествам во много раз ароматическим превосходила тот ливанский кедр, которым пользовались другие народы, который стоил намного, намного дешевле в силу того, что очень быстро после какого-то приятного такого фимиама начинал давать такой неприятный дымный довольно такой горчащий острый запах вместе с большим количеством дыма. те драгоценные сорта ладана, которые произрастали в Южной Аравии, они были намного более дорогими, ценимыми и тонкими по своим качествам, как фимиан. Ну и смирно это также собственно такой так сказать состав предназначавшийся для умощения усопших, в который также входили ароматические смолы и многие компоненты их также в общем-то завозились с Аравийского полуострова. Вот эти дары, которые имеют символическое значение, они если посмотреть на них с точки зрения вот такой историко-практической, историко-реалистической, они как раз-таки очень четко адресуют нас именно к царям, к правителям небольших царств и народов Аравийского полуострова. Но тогда у нас возникает противоречие с богослужебной традицией, которые именуют их выходцами из Персии. Но на самом деле по большому счету никакого противоречия нет. Дело в том, что северо-восточная часть Аравийского полуострова традиционно всегда тяготела именно к Персидской империи, к тем государствам, которые существовали на ее территории. Можно сказать, во многие моменты, периоды своей истории являлись либо клиентами и вассалами этой Персидской империи, либо даже вообще целиком и полностью входили в состав Персидской империи как ее часть. Как, например, в VII веке, когда персидский император Хасрой Парвис завоевал царство Аравийского полуострова в начале VII века и подчинил на какое-то, пускай краткое время, Аравийский полуостров Сибири и своей власти. Такие моменты в истории Аравийского полуострова происходили довольно часто, и вообще он был разделен как бы на две такие условные половины. Часть Аравийского полуострова являлась таким буферным государством между Персией и Римлянами и Византией на стороне Персии, а другая часть исторически традиционно текотела к Византии. Поэтому теми волхолами, которые пришли поклониться Спасителю, принести ему свои дары, вполне могли быть Аравийцы, бывшие выходцами технически, юридически из Персии, по крайней мере из той части, которая с Персией ассоциировалась. Поэтому ничего удивительного, что в византийской гимнографии, в традиции говорится именно о том, что они были волхвами от Персиды. В то время, как в евангельском тексте просто говорится, что это пришли цари с Востока, восточные цари. И надо сказать, что по отношению к Палестине, к Святой Земле, безусловно, Аравийский полуостров находится намного восточнее, в то время, как Персия скорее находится несколько севернее, северо-восточнее, можно сказать так. Так что вот это предание, вернее, вот это евангельское свидетельство о волхвах, оно на самом деле весьма хорошо увязывается и весьма как-то так ложится в контекст именно взаимоотношений Палестины с Аравийским полуостровом и с его населением. И вот в этих образах, в которых мы так как-то привычно рисуем себе каких-то персидских магов в звездчатых халатах и остроконечных колпаках, в туфлях с загнутыми носками. На самом деле как-то намного более явно угадывается образ такого пустынного шейха, водящего караваны, управляющего своим воинственным народом, который охраняет эти караваны, или если условия как-то оказались не слишком благоприятны договора, наоборот, грабят эти караваны, что, к сожалению, тоже было частью этой профессии. И, в общем-то, постоянно имеет дело как раз-таки со Златом Ливаном и с Мирной, являющимися источниками его дохода, главной ценностью, которую не случайно они приносят к ногам рожденного спасителя. Это то, что составляет собой все их благополучие, все их благосостояние, это та жертва, которую они действительно берут от себя и приносят царю этому миру. Это основа их земного царства, их земного господства. И поэтому они как символ своего земного владычества приносят это в дар небесному царю, которому пришли они поклониться, проделав такой долгий и непростой путь. И надо сказать, что подобное деяние было как раз таки частью тех взаимоотношений, о которых мы тоже уже упоминали, которые существовали между Аравийским полуостровом и Святой Землей. и Аравийцы духовно тянулись к Святой Земле, тянулись к ветхозаветной религии, впоследствии тянулись к религии Христа, принимали ее, служили и многие стали святыми. В числе их, возможно, и вот те три волхва, те три бедуинских, аравийских шейха, которые пришли поклониться Христу Спасителю и которому впоследствии намного позднее уже такая западная традиция присвоила имена, под которыми мы сейчас с вами их знаем, Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Мощи их почитаются, лежат в Кернинском соборе, и надо сказать, что вот этот культ почитания трех магов, трех волхвов, он очень именно развился на вот этой западной почве, католической почве, стал источником большого количества каких-то легенд, рождественских постановок, сказаний, тех самых вертепов, которые мы до сих пор сейчас с вами в общем-то становимся очевидцами и свидетелями, и зачастую до сих пор в наших храмах устраиваются вот эти самые вертепы. Не очень, конечно, как-то задумываясь о том, что вот это вертепное действо пришло к нам через Украину, через Польшу, через Западную Европу, как такое эстетическое наследие скорее католической традиции, где этому событию посвящались целые мистерии, целые вот такие театральные действия, занимавшие в период рождественских праздников достаточно долгое время, увлекавшие толпу, передававшие множество разных ярких, многоцветных таких историй, которые уже изобретались для того, чтобы ярче расцветить вот этот культ трех волхвов, центром которого являлся Кёльн, знаменитый Кёльнский собор, такой образец готической архитектуры выдающейся, в котором упокоились вот таким каким-то чудным, промыслительным, удивительным образом мощи тех самых давно пришедших на поклонение поклонения к Христу аравийских царей, восточных шейхов, которых привела чудесным образом явившаяся на небе звезда. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. хитроф, 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 хитроф. Субтитры Продолжение следует...